Ловушка уже готова. Последние штрихи. Гениально придумано, Кевин. Теперь мы разбогатеем. Прячемся! Скоро птичка попадёт в клетку. Вот она, будущая жертва. Что происходит? Она же должна испугаться. Мартин, сходи проверь, что там происходит. Нет, ты иди. На секретном задании лучше не ссориться. Почётная миссия разведчика достается Мартину. А вот и она. Делает селфи, как ни в чём не бывало. Попалась, красавица. Не убежишь. Молодец, Мартин, так держать. Жаль, что ловушка не сработала. Это же лучшее изобретение Кевина. Упс. Мартин, ты где? Мне нужна помощь. А Скайлер уже сидит в темнице. Тут так скучно. Ещё и руки связаны. Как же ей выбраться из этой передряги? А Кевин не скучает. Если у тебя есть коробок спичек, можно придумать столько игр. А что? Это должно сработать. Надо только достать одну спичку и дождаться подходящего момента. Иду, иду, Мартин. А ты? Сиди смирно. И чтобы не звука. Да-да, как же, размечтался. Спичка есть. Поджигаем. А теперь расплавим эти наручники. Это было легко. На горизонте чисто. Надо бежать. У Мартина ответственное задание. Приготовить обед. Миссия, которая требует особого мастерства. Уже готова? Я так голоден. Попробуй. Кажется, я сотворил шедевр. Ну как? Фу. Да это же есть невозможно. Кевин вечно недоволен. Все по рецепту. Макароны, яйцо и соус. В следующий раз сам будешь готовить. Получай. Ауч, больно. Почему у нас на кухне две жертвы? Не обращайте на меня внимания, господа. Как она сбежала. Мартин, я хватаю одну, а ты другую. О нет. Кевину сегодня катастрофически не везет. Мартин все берет в свои руки. Даже не думай. Вот теперь Скайлер точно не выбраться. Мартин об этом позаботился. Спасите, помогите. Паника не поможет. Надо успокоиться и включить мозги. Есть идея. Не зря Скайлер купила эти забавные серьги. Отлично. Орудие уже в руках. А дальше дело техники. Чик-чик. Была пленка и нет пленки. Ура. Долгожданная свобода. Где тут выход? Но убежать в этот раз не выйдет. Тут Кевин. И какой подозрительный у него взгляд. Какая же она милая. Мисс очарования и грация. Эй, ты чего? Все явно. Напарник влюбился по уши. Очнись, Кевин. Наша жертва опять убегает. Ой, ребята, извините, я не хотела. Оно как-то само. Опять придется все решать самому. Влюбленного друга уже не спасти. А чтобы Скайлер не болтала лишнего, нужно заклеить ей рот. Но влюбленный парень не может оставить даму голодной. Хочешь попробовать? Конечно. Скайлер со вчерашнего дня ничего не ела. Для начала снимем это. Пусть все будет как в лучшем ресторане. Угощайся, дорогая. Ой, у тебя же руки связаны. Я тебя покормлю. Ну как? Не хватает перчинки. Желание девушки закон. Немного острого соуса только украсит это блюдо. Слабовато, дружок. И еще перца. И соли добавь. Будет сделано, моя госпожа. Нет, маловато. Никуда не годится. Не может быть. Сейчас сам попробую. Ой, горю. Воды, воды. Отлично, план сработал. Теперь можно развязать руки и бежать. Это было так просто. Но похитители не дремлют. За ней. Какой же запутанный дом. Как отсюда выбраться? Где же она? Мамочки, как страшно. Хоть бы не поймали. Вот и все. Попалась. Но есть малюсенький шанс выбраться живой и невредимой. Ребята, стойте. Любите фокусы. Сейчас я покажу вам один. Фокусы? А что это интересно? Показывай. Смотрите. Вот она я. Абра-кадабра. Так, похитители потеряли бдительность. Работаем. Сооружаем ширму. И бежим. Преступники бывают такими доверчивыми. У меня плохие предчувствия, Кевин. Она опять нас дурачит. Смотри, тут пусто. Она сбежала. В погоню. На горизонте чисто. Осталось найти выход. Ох, лучше бы Скайлер смотрела себе под ноги. Вот и пригодилось это преступное сооружение. Я же говорил, Мартин, это суперловушка. Теперь она никуда не убежит. Теперь будешь сидеть тут, дорогуша. И не шагу из комнаты. Мы не шутим. Ладно, ладно, уговорили. Тут как-то мрачно. Сразу видно. Логово преступников. И кажется, Кевин и Мартин – братья. О нет, преступный клан попахивает серьезной бедой. Но в светлой голове всегда найдется план действий. Что если закутаться в одеяло? Отличная маскировка. Должно сработать. Преступная жизнь. Сплошной стресс. Иногда и отдыхать нужно. Но сразу видно. Злодейские сбережения на нуле. Эй, Кевин, нам работать нужно, а ты развлекаешься. Пора просить за Скайлер выкуп. Нам много не нужно, только телевизор. На картонном графика не очень. И в игру вступает Скайлер. Где я? Совсем заблудилась в этом одеяле. Эй, Кевин, смотри. Она опять за свое. План провалился, дорогуша. Придумай что-нибудь другое. О нет, обратно в темницу. А свобода была так близко. И на этот раз преступники не оставят Скайлер ни одной лазейки. Ты доигралась. Попробуешь еще раз сбежать и узнаешь, на что мы способны. Какие же негодяи. Я вам еще покажу. А похитителям нужно отнести свое преступное письмо. Но вначале, как следует забаррикадировать дверь. От этой Скайлер можно ожидая чего угодно. Готово. И где тут почта? Мартин, смотри, какая прелесть. Это же телевизор мечты. Почта никуда не убежит. А вот телевизор могут купить. Решено, захватим с собой. Мартин, а может посмотрим весь ассортимент? Хорошая идея, братишка. Только посмотри, сколько тут всего. Выбирай любой. Но охрана в магазине всегда на чеку. Внимание, внимание, веду наблюдение за преступниками. Мартин, вот оно. Последняя модель. Лучший из лучших. Берем. Как скажешь, Кевин. У меня и пакет с собой. Аккуратно двигаем. Но сегодня у ребят не будет новенького телевизора. Даже не думайте. А что мы? Мы ничего. На всякий случай уносим ноги. Мартин, говорил же я тебе, плохая идея. Давай отнесем письмо на почту и закончим это дельце. Скайлер тут тоже не скучает. Из одеяла практически выбралась. Но как быть с наручниками? Взломать их. Например, заколкой. Начинаем операцию. Пара пустяков. Заколки творят чудеса. А я вам говорила, что выберусь, негодяи. Всё, я ухожу. Ну а дверь крепко заперта снаружи. Какой огромный путь проделала Скайлер. Неужели всё зря? Нет, она так просто не сдастся. Когда в кармане есть спички, считай ты спасена. Ах да, этот телевизор будет гореть лучше всего. Теперь осталось дождаться пожарных. Уже они точно спасут. Я тут, помогите! Спасибо, вы мой герой. Пусть пожарные делают свою работу, а Скайлер нужно домой. Горе похитителей уже на месте. Мартин, что тут происходит? Это всё Скайлер. Да как она могла? Братишка, наш дом теперь похож на сарай. Всё самое ценное сгорело. Теперь даже телевизора нет. И произведения искусства тоже. Мои любимые подушки. Братишка, наша жизнь пошла под откос. А это ещё кто? Мы не ждали гостей. Ребята, для вас тут телевизор. Куда поставить? Что? Телевизор? Ура! Давай сюда. Дальше мы сами. Ну и ну. Каких только клиентов не подкидывает судьба. Интересно, от кого этот щедрый подарок? Мартин, смотри, там записка. Подозрительно всё это. Всё понятно. Это подарок от Скайлер. Она всё-таки очень хорошая. Зря мы её заковывали в наручники. Но о своём плохом поведении можно подумать и завтра. А сейчас, скорее, тестировать телевизор. Неважно, какой он модели. Главное, настоящий. Понравились наши скетчи про похищение? Тогда скорее пиши в комментарии, какой из этих эпизодов рассмешил тебя больше всего. И обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на наш канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики про злодеев на канале Трум Трум Селект.